Всем привет! Меня зовут Лёша Халецкий, и я хочу вам рассказать об игре Champions of Ontario, которая недавно вышла. Чемпионы Антерии меня изначально заинтересовали, потому что нам предлагали развивать свое поселение и между делом выполнять различные миссии. Игра с одной стороны похожа на многие игры, а с другой стороны, в общем-то, оригинальна. В принципе, это тактическая стратегия в реальном времени. Поселение вы свое развиваете в пошаговом режиме, а миссии проходите, бои в рилтайме. В ней эта игра чем-то и Аллоды напоминает, вот те старые, помните, печать тайны, миссиями, и герои меча и магии развитием поселения, и доту с League of Legends своими боями. То есть, намешано тут довольно много всего. И поначалу это месиво кажется интересным, если бы не ощущение какой-то недоделанности от игры. Более того, я почитал материалы. Champions of Ontario планировалось более такой крупной игрой, но потом почему-то, видимо, издатели, а издатель тут не очень любимый игроками Ubisoft, решили, что все идеи не воплотить, и игру несколько обрезали. Кстати, разработчиком чемпионов выступила компания BlueBite, известная, думаю, многим вам как разработчик серии Anno. В двух словах, под вашим командованием трое героев, которые очищают сказочные просторы Антерии от всякой нечисти. В стратегическом режиме вы развиваете свое поселение и решаете, какую область следующую захватить. В тактическом вас отправляют в рилтайм, и битва похожа на мобу, ну, то есть на какую-нибудь League of Legends или Dota, только без живых соперников. У вас под началом три героя. Вообще, в принципе, вам там еще двое, двоих дадут в течение игры, но в любую битву, на любую карту вы можете только троих из них выбрать. Три героя, и у них есть четыре способности, которые даже развешаны по тем клавишам, которые уже выучил любой поклонник моба игр. Q, W, E и R, соответственно. Хотя вы тоже все это можете прокачивать, там изменять эти умения, но опять не больше четырех. Героическую позу Игру можно ставить на активную паузу, то есть пробелом нажимается пауза, и можете отдавать приказания, даже очередь приказаний можете создавать. Но по-хорошему выглядит это действительно как вот зачистка карты в какой-нибудь Dota 2. И первая проблема, вот собственно, вот эти бои в реальном времени. Если вначале они интересны, так, первые две штучки, то потом просто становится скучно, тем более, что там похожие задания, и все на самом деле сводится просто к зачистке карты. Есть несколько интересных идей в том плане, что каждый герой и каждый соперник относится к какой-то стихии. Их там пять. Огонь, железо, природа, электричество и вода. И они выступают в роли этакого камень-ножница-бумага, то есть, например, у воды против огня плюс 50% нападений, плюс 50% защиты. Или там у железа против природы плюс 50% нападений, плюс 50% защиты. Вот так вот по кругу они друг против друга выступают. Но все дело в том, что вы всегда можете подобрать героев на любую из битв, потому что в начале битвы вам показывают, какие соперники будут на карте, они относятся к какому-нибудь из вот этих пяти стихий. И так как против вас компьютер, а не живые соперники, а я реально думал, что вот чемпионы Антерии, там будет какой-то мультиплеер друг против друга. Так вот, то, что интересно в мобах, так как вы сражаетесь с живым соперником, против компьютера становится просто рутиной. И вот эти тактические бои, они с одной стороны затянуты, а с другой стороны игра кажется совсем небольшой, потому что вам не так уж и много надо областей захватить. Кстати, на стратегической карте вы не одни, то есть там против вас четыре, нет, вру, вместе с нами четыре как бы страны. Там есть и белобородые северяне, и поклонники огня из пустыни. То есть вроде как вы соревнуетесь в развитии с другими странами, но этого все равно не ощущаешь, они как статисты выступают. Хотя вот стратегический режим развития своего поселения мне на самом деле понравился. Там много интересных идей. Постепенно вы, захватывая области, получаете определенное количество очков опыта. За счет этих очков вы сможете в своем поселении новые земли получать, там, ставя башни. Каждая земля дает разные бонусы или штрафы к ресурсам. Каждое здание тоже. То есть на самом деле этот стратегический режим, он и не сложный, но при этом и заставляет как бы подумать над тем, как расставить. Тут видно, что вот стратегически игра поинтереснее получилась. Это видео создано при поддержке справочника и карты 2GIS. В мобильном 2GIS есть возможность быстро авторизоваться через социальные сети. Избранные адреса будут храниться в личном кабинете и синхронизироваться на разных устройствах и в онлайн-версии. 2GIS, если быть точным. Ну, а лучше всего тут получилась, конечно, атмосфера. Несмотря на название вот эти чемпионы Антерии, игра с большим юмором относится сама к себе. Тут самоирония постоянно присутствует. То еще зрелище, признал он. Грация, красота, смертоносность. Она только глянула на меня, а я уже наделал в доспехи. Хорошо, что теперь она с нами. И вот это единственное, пожалуй, что заставляет поиграть в нее подольше. И перевод тут получился хорошим. Благодаря этому, видимо, актерам нравилось вот такое веселое все играть. Графика здесь хорошая. Она, ну, в моем понимании, как стратега, понимаете, я не стремлюсь к тому, чтобы во всех играх была суперсовременная графика по максимуму, использующая все ресурсы самого современного компьютера. В Champions of Anteria графика явно устаревшая. То есть, ну, так делали, наверное, лет пять назад. Вот это было бы классно. Но, с другой стороны, зато ничего не тормозит, летает, и мне визуально игра нравится. Но самая главная проблема чемпионов Anteria то, что игра однообразна. Как идея очень неплоха, но забыли добавить того, чтобы нас развлекало постоянно. Поэтому первые несколько миссий еще интересно, а потом уже не хочется возвращаться, потому что одолевает однообразие. Жалко, могла получиться вполне ничего себе так игра, но, видимо, кто-то там в недрах Ubisoft решил, что не стоит на нее тратить много ресурсов. Стоит она на данный момент тысячу рублей, что мне тоже кажется дороговато для такой игры. Хотя, по сравнению с тем, за сколько Ubisoft продает остальные свои игры, это даже дешево. Но, стоит ли тратить время и деньги на чемпионов Anteria, вот в том виде, какая она сейчас есть, большой вопрос. Я считаю, что нет. Я вам не рекомендую. Возможно, она может понравиться большим любителям доты League of Legends, которые еще хотят между битвами заниматься каким-то градостроительством, улучшением своих поселений. Но, опять же, повторю, игра ими пройдется, ну, не знаю, за два-три дня максимум, и все. Для стратегов, которые любят, знаете, так подольше повникать в игру, постепенно открывая пласт за пластом, слой за слоем каких-то новых ощущений от стратегии, чемпионов Anteria плосковата. Тут нет глубины. Еще раз скажу, вот жалко, что все-таки не доводят многие проекты до нормального логического финиша. Потому что и идея в игре есть изначально, и интерфейс тут отличный, и юмор, и вот атмосфера такая теплая, что ли, вот. Меня действительно напоминает проекты начала нулевых. Многие, не знаю, вот вспоминаю те же Алоды, даже внезапно космические рейнджеры, хотя тут, конечно, до космических рейнджеров очень далеко. Вангеры, блин, погубило то, что на проект выделили мало времени, мало ресурсов, и вот он получился таким куцым, и что самое главное, очень быстро скучным. Сейчас есть много других игр, на которые стоит тратить время. На этом все. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Так что купи мне выпить, придвинь кресло, навострей уши, и я расскажу тебе все. О чемпионах Антерии! Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео, и раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях, или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что до свидания до конца, удачи и играйте в умные игры. Субтитры подогнал «Симон»!